Число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе снова растет. Люди пожилого возраста по-прежнему находятся в зоне особого риска. У невакцинированных граждан старше 60 лет вероятность летального исхода в 5 раз выше, чем в группе до 50 лет. Если еще в прошлом году на долю возрастной группы приходилось 37% от всех зарегистрированных случаев заболеваний, то за январь этого года процент вырос до 60. Чем больше старше возраст, тем больше у пациента сопутствующих различных заболеваний. И, конечно, возникает большой риск осложнений. В первую очередь, вы уже тоже, наверное, слышали, это тромбозы. Важно и нужно донести до каждого пожилого человека, для чего вакцинироваться, может быть, чем вакцинироваться. Вопросов у населения, конечно, очень много. А чтобы ответить на все вопросы и разъяснить, зачем старшему поколению прививка, в Центрах активного долголетия и социального обслуживания проводят тематические лекции. Так, в Центре Исток представителям серебряного поколения еще раз напомнили о возможных последствиях заболевания для невакцинированных. Медицинские работники подробно разобрали используемые вакцины и ответили на вопросы участников. Мы должны, наша категория 60+, должны обязательно прививаться. Если мы не прививаемся, мы не имеем возможности посещать наш клуб. Так что это нам необходимо. Закрепить усвоенный результат у бабушек и дедушек была возможность на месте. Сделать первую прививку или ревакцинироваться любой вакцины на выбор участники встречи смогли в Центре социального обслуживания Исток после прослушанной лекции. В соседнем кабинете был организован выездной пункт вакцинации. Выехала бригада врача и медсестры. Мы взяли с собой вакцину различную, какую только пациенты захотят. И можем провакцинировать всех желающих. И эта процедура, она достаточно мобильна. Вакцинация. Мы можем выезжать на дом. У нас сейчас активно проводится вакцинация на дому маломобильных граждан. Вот после тенниса мы остались на лекции. Лекцию прочитали в нашей поликлинике. Очень даже понятно, всем ясно. Все, наверное, убедились, что прививаться обязательно надо. Разъяснительная работа о необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции будет продолжаться и дальше во всех центрах активного долголетия. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправды ТВ.